Здравствуйте! Солигорская детская городская больница недавно отметила свой 30-летний юбилей. За годы плодотворного труда коллективу учреждения здравоохранения удалось достичь значительных высот в медицинской сфере. Ангелы в белых халатах – это о них – врачах, медсестрах, санитарках. Ведь именно от их зависит здоровье подрастающего поколения. А выздоровление маленьких пациентов лишь подчеркивает высокий статус специалистов учреждения здравоохранения. О том, как развивалась детская больница, ее успехах и слаженном коллективе смотрите прямо сейчас в нашем специальном репортаже. Летопись детской больницы – учреждение, которое ни на день не прекращало свою работу – это страницы, наполненные заботой, добросовестным трудом и профессиональными успехами нескольких поколений медработников. С благодарностью сотрудники вспоминают ветеранов отрасли, тех, кто стоял у истоков и внес весомый вклад в развитие педиатрической службы района. С 1965 года помощь маленьким солигарчанам оказывалась в родильном, реанимационном и педиатрических отделениях на базе ЦРБ. 8 апреля 1991 года был открыт новый лечебный корпус на 150 коек. Его руководителем стал Владимир Писарик. В этом же году организовано специализированное реанимационное отделение для оказания помощи детям до 18 лет, благодаря чему показатель младенческой и детской смертности снизился с 18,6% до 3,5% в настоящее время. За этими цифрами сотни спасенных жизней. С 2000 по 2009 годы под руководством Людмилы Винниковой был организован перинатальный центр, а детей района стали посещать выездные бригады специалистов. Более 25 лет за безопасность и уют маленьких пациентов отвечает главная медсестра высшей категории. Любовь Тарасова не просто руководит работой среднего и младшего медперсонала. Она передает им секреты мастерства и любовь к профессии. Солигорская детская больница – светлое и уютное здание, где созданы все условия для комфортного пребывания малышей с мамами. Есть палаты для детей с ограниченными возможностями. А после проведенного ремонта смело можно сказать, что здесь даже стены лечат. После ремонта, конечно, намного приятнее работать. И дети рады, и родители рады, которые приходят. У них это вызывает только положительные эмоции. Лечение в стационаре ежегодно получают от 3700 до 4200 детей с различной патологией. Из них порядка 500 выхаживаются в отделениях перинатального центра второго уровня, где высококвалифицированную помощь оказывают детям из шести закрепленных районов. С 2009 года слаженным коллективом больницы руководит Светлана Бондарь. Под ее началом внедрена 21 инновационная методика лечения и диагностики в педиатрии. Произведен переход на лекарственные средства в виде субспензии и сиропов. Ограничены внутримышечные инъекции. С 2019 года внедрена практика выхаживания недоношенных детей методом кенгуру. В перспективе – выхаживание новорожденных с экстремально низкой массой тела. За 30 лет очень много сделано. Большое внимание уделилось пребыванию пациентов в стационаре. Созданы необходимые условия. Мы не стоим на месте. Мы смотрим на то, как развивается наука в мире и стараемся перенимать лучшее, чтобы использовать здесь во благо наших ребятишек. На будущее у нас есть определенные планы по реорганизации амбулаторной службы, по проведению ремонта в помещениях детской поликлиники, по цифровизации. Я с огромным удовольствием поздравляю свой коллектив с 30-летием детской больницы. Я желаю всем крепкого здоровья, желаю всем благополучия, желаю всем работать также плечом к плечу, сплоченно, как работали мы все эти годы. Поздравляю! Благодаря участию в программе правительства Японии «Корни травы» коллектив больницы был удостоен гранта на закупку новой мебели и современного оборудования. В партнерстве с Минздравом при поддержке Юнисефт и проекта «Мамстарт» получен мобильный бокс для профилактики детского травматизма в быту. А в партнерстве с ГРОЧС создана имиджевая комната для занятий с детьми и родителями Палата безопасностей. С 1987 года на страже здоровья малышей стоит детская поликлиника на 500 посещений в смену. Ее работой в разное время руководили Александр Обруч, Майя Котлерова и Тамара Керец. Именно под ее руководством создана служба медицинской реабилитации детей, организованы «Астма-школа», «Школа сахарного диабета» и «Школа молодых родителей». Поликлиника была открыта в 86-м году, а отделение реабилитации в 90-м году. Ну, естественно, тогда ничего не было. Я помню, что мы собирали все фактически протянутое рукой. Ну, благо, было очень хорошее руководство, которое поддерживало. И мы так открывали эзокерита лечения, у нас были грязи лечения, у нас был бассейн. Открылся дневной стационар на 10 коек. Ну, фактически, у нас всегда было по 10, по 14, по 18 детей, потому что он очень пользовался спросом. И поскольку врачей не хватает, как мы всегда, в первую очередь, думаем о других детях, то наши дети, дети медицинских работников, росли здесь, рядом. С 2005 года количество педиатрических участков в поликлинике увеличилось до 27. В партнерстве с Минздравом и ВОЗ реализован проект в области иммунопрофилактики. Создан специализированный центр. Теперь ежегодный охват профилактическими прививками достигает 99%. Также в поликлинике работает центр раннего вмешательства с целью диагностики и коррекции психомоторных нарушений у детей в возрасте от 0 до 3 лет. Организовано дошкольно-школьное педиатрическое отделение номер 4, в котором проводится санитарно-просветительская работа по вопросам здоровья детей. В зоне обслуживания поликлиники 13 школ и 33 дошкольных учреждения. 30 лет в Солигорской ЦРБ работает Петр Шестаков. Под его руководством впервые в республике выполнен удачный тромболизис при неонатальном венозном церебральном тромбозе у новорожденного ребенка, что спасло жизнь малышу и предотвратило инвалидизацию. Еще одна уникальная методика, освоенная врачами детской реанимации, перитониальный диализ у новорожденных детей при острой потечной недостаточности. 30 лет – это немалый срок, много пройдено, много сделано, но остается еще не меньше. Собственно говоря, как было, так и остается основной нашей задачей. Это оказание доступной, эффективной и качественной медицинской помощи нашему несовершеннолетнему населению, особенно в последнее время в непростых эпидемических условиях. Основная задача, чтобы ни один из этих компонентов, которых я перечислил, не был ущерб другому. Вообще медицина, конечно, это очень затратная отрасль, проблем в ней остается еще достаточно много, но мы очень стараемся. К 30-летнему рубежу коллектив больницы существенно расширился. Круглосуточно прийти на помощь детям готовы 90 врачей, 73% из которых имеют квалификационную категорию, а также 240 специалистов среднего медперсонала, из них 80% аттестованы. В коллективе трудятся два врача-педиатра, удостойных почетного звания, отличник здравоохранения Республики Беларусь, Тамара Керец и Светлана Горелик. От всей души желаем успеха всем сотрудникам, ведь успех – это залог интеграции трудовых и интеллектуальных усилий всего нашего коллектива. А результат его работы – это, как правило, реализация намеченных планов, это сплоченность, это грамотные управленческие решения, выбор одной из множества альтернатив. Искренне поздравляем коллектив детской больницы со знаменательным юбилеем. Желаем, чтобы каждый год работы был наполнен здоровьем, успехом, новыми достижениями и теми жизненными благами, которые вы ежедневно дарите людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова